Искусственный интеллект, электронное управление и доступ к информации. Тема конференции, которая прошла в Ташкенте. Посвящена она Международному дню всеобщего доступа к информации. Мероприятие включило в себя несколько секций, в ходе которых специалисты обсудили актуальные вопросы сферы. К дискуссиям в формате видеообращения присоединились также представители ЮНЕСКО. Джамши Суатов суммировал мнение. Информация — это власть. Поэтому всеобщий доступ к ней называют краеугольным камнем здорового, инклюзивного и построенного на знаниях общества. Вместе с тем, грамотное владение и получение информации требует определенного уровня умений и навыков, особенно с учетом перехода на цифровые технологии, хранения и передачи данных. И цель, организованная Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с ЮНЕСКО конференции — повышение информированности граждан об их праве на информацию. Также напоминание о необходимости обеспечения законодательства в области права на информацию. Несложно заметить, как дискуссии проходят на совещанной и в центре внимания участников следующие темы. Роль искусства интеллекта и электронного управления, вопросов доступа к информации, а также прозрачность по замыслу, как обеспечить участие и подотчетность упроху цифровых технологий. И еще одна главная тема — это закон о доступе информации и достижениях в его реализации. Каждый эксперт двигает свою точку зрения, а также обменивается очень важным опытом. Узбекистан организовал очень важную конференцию, которая информирует нас о возможностях цифрового управления и искусственного интеллекта в обеспечении всеобщего доступа к информации. Это также важная составляющая в достижении целей устойчивого развития. Также эта конференция позволяет обсудить плюсы и минусы электронного управления и искусственного интеллекта, практические инструменты и лучшие практики в условиях современных технологий. Я бы сказала, что это великолепное мероприятие, на котором собрались профессионалы буквально со всего мира и обсуждают важность искусственного интеллекта и электронного управления в получении всеобщего доступа к информации. Также мы говорим о порядке использования этих данных, поскольку содержание распространяемой информации не должно противоречить действующему законодательству. В целом, опыт, который я получила уже за этот только день, он огромный. Должное внимание уделено вопросам консолидации усилий в обеспечении всеобщего доступа к данным и целенаправленного использования, что является важным аспектом достижения цели устойчивого развития. Думаю, что доступ к информации – одна из самых актуальных тем сегодняшнего времени. И очень важно информировать граждан о гарантиях и правах в получении тех или иных данных. В этом процессе важную роль играют правительство, министерство и ведомства, а также средства массовой информации. На конференции каждый эксперт делится своим мнением. О чем же Ваша презентация? Я буду выступать в пятой панельной сессии, где остановлюсь на вопросах внедрения рекомендаций ЮНЕСКО в области получения достоверной информации. Также мы будем говорить об управлении данными, подразумевающей эффективную, экономическую и безопасную организацию процессов сбора, хранения и использования информации. Очень рада присутствовать на этой глобальной конференции, посвященной Международному дню всеобщего доступа к информации. Эта тема созвучна также с вопросами обеспечения прав человека, достижения целей устойчивого развития. Общество и государство должно заботиться о том, чтобы научить своих граждан правильно искать, получать, анализировать и использовать информацию. И Узбекистан в очередной раз доказывает свою приверженность к объединению общих усилий в решении глобальных проблем. О важности и актуальности темы говорит и тот факт, что дискуссии продолжились и после завершения первой сессии, но уже в более свободном формате. Не менее насыщенными обещают быть и мероприятия в рамках второго дня конференции. Продолжение следует...